В этом выпуске Американской жадности. Артур Уильямс-младший, выросший на улицах Чикаго, стал профессиональным фальшивомонетчиком. Его банкноты безупречны. Следователь по его делу признался на суде, что еще не видел таких качественных подделок. Он печатает миллионы, но ему не стоило превращать аферу в семейный бизнес. Отец спросил его, сын, чем ты зарабатываешь на жизнь? Артур ответил, я делаю деньги. И как ты делаешь деньги? Нет, я делаю деньги. Я фальшивомонетчик. Американская жадность 14 августа 2006 года. К полицейской машине в Чикаго подходит 15-летний подросток. В руке у него пачка денег. Он говорит офицеру, что все они поддельные, что в квартире его отца таких еще много. Полицейские поднялись в квартиру. Там они нашли доказательства подделки купюр и фальшивые банкноты. Они находят квартиру съемщика Артура Уильямса-младшего и арестовывают его по подозрению в подделке денег. Оборудование для печати они не нашли, но обнаружили сами банкноты. И Артур понимал, что ему придется понести наказание. Уильямс согласился пообщаться с нами из-за стен федеральной тюрьмы Биг Спринг, штат Техас. Теперь я понимаю, что подвел своего сына. Я не знал, как быть хорошим отцом. У меня самого отца никогда не было. Полиция еще не знает, что большую часть купюр напечатал его 15-летний сын. И что это не последние подделки его производства. Мы не подозревали, что он был замешан в преступлении. Мы считали его простым ребенком, которому просто не повезло с родителями. Артур утверждает, что до предательства своего сына он напечатал более 10 миллионов фальшивых купюр. Некоторые федеральные агенты до сих пор считают эти купюры самыми качественными подделками из всех, что они видели. На своем пути он побывает и в мире организованной преступности Чикаго, и на просторах далекой Аляски. Но его история начинается в южном Чикаго. Сюда, в неблагополучный район под названием Бриджпорт, переезжает его семья. Не самое подходящее место для такого многообещающего подростка. Артур был очень умным ребенком. В школе учился на одни пятерки, несмотря на то, что жил в неблагополучной семье. Отец бросает семью, когда Артуру исполняется 9. У матери диагностируют шизофрению. В конечном итоге семье приходится переехать из пригорода в район для малоимущих. Я помню, как шел по улице, где все стены были разрисованы граффити, и на каждом углу стояли наркоторговцы. Я как будто попал в ад. Поворотный момент наступает, когда однажды Артур заходит на кухню и видит свою мать в слезах. Она сказала мне, что не знает, как нам жить дальше. Я открыл холодильник, и в нем было пусто. Тогда я разозлился. Не на маму, а на свою жизнь. Расстроенный он выходит на улицу. Я помню, как шел по улице и стучал по парковочным счетчикам. В одном из них зазвенела мелочь. Я остановился и стал изучать этот счетчик. Рядом валялась скрепка, и я подобрал ее и стал ковырять в замке счетчика. И что бы вы думали, замок провернулся. Уильямс возвращается домой с мешком продуктов. Но мать не знает, как реагировать на его поступок. Она была счастлива, что теперь у нас была еда. Но в то же время она расстроилась, ведь я украл эти деньги. Она всегда говорила, что Бог нам поможет. И я ей сказал, ну вот он нам и помог. Впервые я почувствовал, что могу что-то изменить в своей жизни. После этого примерный ученик стал превращаться в другого человека. Он стал участвовать в уличных преступлениях. Ему быстро объяснили, что грабить нужно не счетчики на стоянках, а машины, которые стоят рядом с ними. Но уличная жизнь редко имеет счастливый конец. К тому же Уильямс узнает, что его 14-летняя подруга забеременела. Помощь неожиданно приходит к Артуру в местной закусочной. Его заприметил один из старых фальшивомонетчиков. Он сказал ему, парень, если хочешь, я дам тебе работу. В середине 80-х не было ни сканеров, ни фотошопа. Все методы подделки банкнот передавались по наследству, от старого поколения новому. Пожилой итальянский фальшивомонетчик показывает Уильямсу малоприметное здание, где тот научится тому, что частенько называют второй древнейшей профессией. Часто фальшивомонетчики рассказывают, что чувства, которые они испытывают, печатая банкноты, похожи на возбуждение. Артур никогда не видел столько денег. Он вырос в бедной семье, а теперь сам печатал доллары. Конечно, он не мог остановиться. Но через 6 месяцев учитель Артура неожиданно исчезает. Похоже, карьера фальшивомонетчика заканчивается, толком и не начавшись. Я вернулся на улицу промышлять мелкими преступлениями. Но уличная жизнь становилась все опаснее, и после пулевого ранения в ногу Уильямс решает, пора что-то менять. Я спросил себя, что же я делаю? Что со мной будет? Далее в «Американской жадности». Благодаря новоприобретенным навыкам Уильямс живет на широкую ногу. Но сколько еще он сможет нарушать закон? Он чувствовал, что пора бежать. Он понимал, что из-за всех этих людей он рано или поздно попадется. Американская жадность. Американская жадность. Южный Чикаго. Артур Уильямс-младший получает две пули в ногу от парней из вражеской уличной банды. Оправившись от ранений, он понимает, что в следующий раз ему может повезти меньше. Он понял, что уличная жизнь не доведет его до добра. Рано или поздно его убьют. Тогда он решил организовать собственную схему по подделке банкнот. Старый итальянский фальшивомонетчик показал ему основные методы подделки. Как подмастерье учится у своего мастера. Но неожиданно мастер пропадает, и Артур остается сам по себе. К счастью, он жил в идеальном для изготовления подделок месте. В то время в Чикаго базировались крупнейшие представители полиграфической промышленности. Недалеко от дома Артура находится Принтерс-Роу, центр американской полиграфической промышленности. Там он находит все, что ему нужно. Печатный станок, фоторепродукционная камера, печатные матрицы, гидравлический резак, чернила и километры бумаги. Но, к сожалению, даже с таким оборудованием Артуру все еще не достает навыков. Его первые банкноты ни на что не годились. Он очень расстроился, остановил печать, и несколько недель хандрил пребывал в депрессии. Но Уильямс не сдается. В начале 90-х сканеры, принтеры и все компьютерные технологии выходили на новый уровень. Он стал производить так называемые гибридные банкноты, то есть использовал как печатные, так и компьютерные технологии. Наконец у него стало получаться. Уильямс считает, что банкноты такого качества можно продать по 30 центов за доллар, если найдется покупатель. Проще всего фальшивомонетчикам зарабатывать на продаже подделок преступным группировкам. Если вы печатаете для них деньги, на вас некому сообщить в полицию. И вновь лучшего места, чем Чикаго, не найти. Чикаго – одна из криминальных столиц Америки. Артур вырос на улицах Бриджпорта. Он знал, к кому обратиться. Уже скоро Артур начинает торговать с китайской, мексиканской и русской мафией. Со слов Уильямса, в течение трех лет он продал поддельных купюр на сумму 3 миллиона долларов. Его выручка составила около миллиона долларов, и он знает, на что ее потратить. Человек перестает заботиться о деньгах, когда понимает, что всегда может напечатать. Его жизнь превращается в бесконечную вечеринку. Из-за такого образа жизни у него начинаются проблемы с матерью его сына, Артура Уильямса Третьего. Он все больше времени проводил вдали от дома, начал употреблять кокаин. Естественно, это сказалось на семейной жизни. В итоге его девушка стала встречаться с другим мужчиной. Уильямс сильно расстроен. Но вскоре ему звонит человек, от которого он совсем не ждал помощи или советов. Его мать. В то время она вернулась на родину, в Техас. Она уговорила Артура уехать из Чикаго. Уильямс останавливает производство подделок, собирает вещи и уезжает в Техас. Там он пытается начать новую жизнь. Жизнь в Техасе более размеренная по сравнению с Чикаго. Какое-то время Артур жил, не нарушая закон. Но недолго. У него внутри как будто тикал преступный будильник. И будильник начинает звонить. Уильямс возвращается к уличным преступлениям, к которым он привык, проживая на юге Чикаго. Он на три года попадает в тюрьму за кражу со взломом. Но вскоре он перестает промышлять мелкими преступлениями. Одержимость подделками возвращается, когда его подруга Натали показывает ему новую 100-долларовую банкноту. Артур впервые увидел новую 100-долларовую купюру. Они изменились в 96-м. Перед вами крупнейшее изменение в американской валюте за последние 66 лет. В 96-м казначейство США в попытке противостоять фальшивомонетчикам заказывает серию новых банкнот. Первой переменам подвергнется 100-долларовая купюра. Самая популярная и самая часто подделываемая банкнота в мире. Три года спустя отставной фальшивомонетчик Артур Уильямс-младший впервые держит новую купюру в руках. Такого он еще никогда не видел. На банкноте стоят бесчисленные защитные элементы. Водяной знак, защитная нить, краска, меняющая цвет, микротекст. Артур в восторге от новой банкноты. Он изучает водяные знаки, оптические, переменную краску. Он вспоминает все свои старые навыки и уже думает, как ему преодолеть эти защитные элементы. 100-долларовая купюра – самая безопасная в Америке. Благодаря государственной компании «Знаете свои деньги» каждый американец помнит, как она должна выглядеть. Благодаря информационной компании люди стали обращать внимание на деньги, которые были у них в руках. Водяной знак на настоящей купюре большой и размытый. На фальшивке он более мелкий и четкий. Теперь люди знали, что такое водяной знак, что такое защитная нить. Люди стали следить за тем, как выглядят их деньги. Для фальшивомонетчика это плохие новости. Но все зависит от самого фальшивомонетчика. Усложнив процесс производства купюр, казначейство избавило Уильямса от большей части конкурентов. Он понимал, что тот, кто сможет успешно подделать новую 100-долларовую купюру, заработает на этом состоянии. Искушение слишком велико. Он обустраивается в квартире своей подруги Натали и пытается подделать купюру 1996 года. Он начал разбирать защитные элементы по частям. И был в восторге от этого процесса. Для Артура это было нечто большее, чем просто заработок денег. У него был художественный интерес. Он хотел создать что-то уникальное. Другими словами, Уильямс – художник, а 100-долларовая купюра 1996 года – его Монна Лиза. Начал он не с самой банкноты, а с защитной ручки. В то время защитная ручка была у всех. Кассиры по всей стране помечают банкноты такой ручкой. На настоящей американской банкноте ручкой пишут желтым цветом, а на большинстве подделок – черным. Все дело в бумаге. Уильямс просит Натали найти подходящую бумагу. Однако у нее не получается. И Уильямс устраивает скандал. Она разозлилась и сказала, «Я уже все перепробовала, где я возьму такую бумагу?» Стала ходить по квартире и помечать все защитной ручкой. И когда она очеркнула по телефонному справочнику, они оба уставились. Линия была желтой. Располагая нужной бумагой, Уильямс переходит к следующему шагу. Ему нужна оптически переменная краска. На банкноте эта краска нанесена на цифровое обозначение номинала в правом нижнем углу. Если смотреть на купюру под разными углами, цвет будет меняться от черного к зеленому. Артур с таким никогда не сталкивался. Он использовал простые чернила. Где достать такую краску, он не знал. Но однажды на парковочной стоянке он обратил внимание на автомобиль, цвет которого переливался, когда Артур шел мимо него. И он понял, что то, чем покрасили этот автомобиль, подойдет и ему. Он начинает обзванивать автомастерские и узнает нечто удивительное. Компания, которая снабжает государственное казначейство сырьем для одного из самых заметных защитных элементов, продает эту же технологию и широкой публике. Точно такой же цвет он получить не мог, но главное, цвет менялся. Когда люди смотрят на банкноту, они обращают внимание не на сам цвет, а на то, как он меняется. Это очень важный момент. Будучи фальшивомонетчиком, вы печатаете не настоящие деньги, а то, что люди примут за настоящие деньги. Если вы будете соблюдать все отличительные признаки, для них эти деньги будут настоящими. Исходя из этого, становится ясно, как Уильямс решил проблему с микротекстом. Он не мог скопировать его с настоящей банкнотой. Но если не вглядываться, кажется, что микротекст на месте, и обычному кассиру этого достаточно. Только под увеличительным стеклом можно заметить, что на подделке текст более размытый. Но все это было мелочью по сравнению с последним испытанием для Артура – водяным знаком. Водяной знак находится справа от портрета. Если посмотреть на банкноту под просветом, вы увидите полупрозрачный портрет Бенджамина Франклина. Проблема в том, что водяной знак вдавливается в бумагу. Чтобы точно воспроизвести его, Артуру придется изготавливать собственную бумагу. Ответ пришел к нему во сне. Ему приснились два листа бумаги, в центре которых стояли водяные знаки. И эти листы были совмещены. Уильямс переносит портрет Франклина на кальку, вырезает его и кладет между двумя листами. Бенджамина Франклина на кальку, вырезает его и кладет между двумя листами бумаги. Что самое интересное, таким же способом он мог нанести защитную линию. Толщина двух страниц бумаги из телефонного справочника оказывается идеальной. Монна Лиза, Артура и Натали завершена. Они до сих пор с гордостью рассказывают об этой купюре, о том, как создавали ее со всеми этими элементами. Они чувствовали, что у них получилось что-то очень значимое. Осенью 99-го года они возвращаются в Чикаго, чтобы поискать в мире организованной преступности старых клиентов Артура. Когда его подельники увидели новую банкноту, они сразу же согласились сотрудничать. Пришло время делать деньги. Но продажа фальшивок не единственный способ заработка для наших алхимиков. Изготовив банкноту 96-го года, он стал не только продавать ее копии преступникам, но и тратил их самостоятельно. Но то, как он их тратил, было весьма забавным. Артур называет это слеммингом. Он собирал друзей и членов семьи и вместе с ними устраивал поездку. По огромным торговым центрам Среднего Запада. Они заходили в магазин, покупали фальшивые купюры и что-нибудь за 10 долларов и получали на сдачу 90 настоящих долларов. Сестра Артура Венздей стала помогать ему в махинациях. Заходишь в магазин, выбираешь что-нибудь, идешь к кассирше, болтаешь с ней, улыбаешься и протягиваешь купюру. Она могла проверить ее ручкой, посмотреть на защитную линию. Все казалось подлинным, и она давала сдачу. Но они не просто брали деньги и убегали. Хотя они и оставляли у себя наличные, все украденные товары отдавались в ближайший офис армии спасения. Подгузники, одежду, детскую одежду, обувь и так далее. Мы отдавали их малоимущим. Мы не то чтобы совсем плохие преступники. Артур пристрастился к этому делу, ведь внезапно он стал Робин Гудом. Он превратился в борца с финансовой системой, ведь грабили они только популярные сети магазинов. Не уверена, должна ли я чувствовать себя виноватой за то, что брала деньги у больших универмагов. Не знаю, может, мы были неправы. Может и так, но я, наверное, ни о чем не сожалею. Не думаю, что мы поступали плохо. Разве это плохо? Со слов самого Уильямса, в течение двух следующих лет он напечатал около пяти миллионов фальшивых долларов. Правоохранительные органы ни в чем его не подозревали до тех пор, пока он сам не дал полицейским повода постучать в его дверь в отеле «Хаос оф Блюз» в Чикаго. Охранник в отеле услышал, как Артур с друзьями обсуждали покупку кокаина для ночной вечеринки. Он сообщил об этом полицейским, которые проходили мимо. У полицейских нет оснований для обыска. Но охранник решает якобы пожаловаться на громкий шум из номера Артура, и это дает офицерам право постучать к нему. Они протолкнулись внутрь, и сразу увидели, что на столике лежала марихуана. Полицейские решают провести обыск, и один из них находит сумку с деньгами. Он стал осматривать банкноты и заметил, что на них отсутствовали защитные вкрапления, красных и синих волокон. Красно-синие вкрапления добавляются в банкноты уже несколько десятилетий. Обычно Уильямс их легко подделывал, но на этот раз он либо забыл о них, либо попросту облинился. Через несколько часов приехали агенты секретной службы. Они знали об Артуре. Они не знали, кто он и как выглядит. Но они были знакомы с его подделками и искали их автора. В задачи секретной службы входит не только охрана президента. Также они охраняют безопасность финансовой системы США. И теперь прямо перед ними сидел один из самых злостных нарушителей. Далее в «Американской жадности». Неужели Уильямсу пришла пора расплачиваться за содеянное? Двое полицейских вломились ко мне в номер с пистолетами. Стало ясно, что дело плохо. Американская жадность Американская жадность 20 февраля 2001 года талантливый фальшивомонетчик Артур Уильямс-младший оказывается в одной комнате с агентами Американской секретной службы. Его поймали с фальшивыми банкнотами на сумму 60 тысяч долларов в его номере в Чикагском отеле. Агенты хотят знать, откуда взялись эти деньги. Он во всем признался. Наверное, хотел, чтобы агенты похвалили его за качественную фальшивку. Они были единственные, кто знал в этом толк. Уильямс думает, что он попался. Его адвокат считает иначе. Адвокат инициирует проверку задержания. И в ее ходе обнаруживается нечто интересное. Полицейский утверждал, что когда Артур открыл дверь, он заметил на столе марихуану. Но это было невозможно. Стол располагался так, что с порога его видно не было. Обыск оказывается незаконным. А значит, с точки зрения закона, сумки с деньгами не существовало. Уильямс уходит безнаказанным. Но в то же время он понимает, что ему конец. Ведь теперь агенты знают, кто он. Если он снова начнет производство, они сразу его найдут. В очередной раз кажется, что карьера фальшивого монетчика закончена. Для меня это было хуже, чем тюрьма. Я чувствовал, что за мной постоянно следят, и мне негде было спрятаться. Это было ужасно. Через несколько дней он возвращается с Натальей в Техас. Там он сутками лежит в кровати и смотрит телевизор. Но в один прекрасный день вдохновение ему возвращает никто иной, как Сильвестер Сталлоне. Он посмотрел фильм под названием «Изо всех сил». Там Сильвестер Сталлоне играл водителя грузовика, который много лет не видел своего сына. Артур решает, что ему тоже нужно найти своего отца, который бросил их много лет назад. Отношения Артура с отцом, мягко говоря, были не самыми лучшими. Это мама с моим братом, мной и Джейсоном. Папа тогда был в тюрьме. Похоже, что Артур унаследовал преступные гены от отца. Когда дети были совсем маленькими, Артур Старший провел два года в заключении за кражу автомобиля. Но семье стало только хуже, когда он вышел из тюрьмы. Когда папа вернулся из тюрьмы, это был настоящий кошмар. Родители часто ссорились, он начал много пить, поднимал на маму руку. Скоро их семья распалась. Артур Старший уезжает. Но через несколько лет он возвращается, чтобы похитить детей и отвезти к новой жене и ее детям. Он сказал, это ваша новая мать. Зовите ее мамой. Мы не понимали, что происходит. Мне было пять лет, Артуру шесть, а Джейсон был совсем маленьким. Он берет свою семью в поездку, но не на семейный отдых. Артур Старший оказывается обычным старым мошенником. Они катаются по городам и выписывают фальшивые чеки, передвигаясь быстро, чтобы их не застали, когда чек дойдет до банка. Артур Младший видит в этом особую иронию. Он подделывал бумаги, а потом я вырос и тоже стал подделывать бумаги. Немного другие, конечно, но все равно бумаги. Это кошмарная жизнь. Но несмотря на все это, мы любили отца. Конечно, нам не нравилась такая жизнь, но мы хотели быть рядом с ним. Через два года переездов из города в город, Артур Старший решает вернуть детей, их настоящей матери, в Чикаго. Он оставил нас, и больше мы его не видели. 15 лет спустя, в Дентоне, штат Техас, Артур смотрит фильм с Сильвестром Сталлоне и понимает, что хочет увидеть своего отца. Натали ищет его имя в интернете, и через 20 минут находит адрес. Оказывается, что он живет в городе Чикалун, штат Аляска. Артур пишет отцу письмо, и уже через месяц он, вырызший на улицах Южного Чикаго, отправляется в одно из самых удаленных мест Америки. Первый же день встречи он начинает с отцом разговор, которого не избежать. Артур надеялся узнать, что же случилось, почему он бросил их. Отговорки его отца звучали неубедительно. «Мне сложно было с вашей мамой, все эти годы я пытался вас найти». Артур ему не поверил, но в итоге решил забыть об этом и посмотреть, что получится. У нас стали налаживаться отношения, и я понял, что хочу там остаться. Я не хотел возвращаться ни в Чикаго, ни в Техас. Я стал снова узнавать своего отца. Он выращивал на Аляске марихуану. Вообще вел не особо законную жизнь. И я решил рассказать ему, чем я занимался все это время. Отец спросил его, «Сын, чем ты зарабатываешь на жизнь?» Артур ответил, «Я делаю деньги». «И как ты делаешь деньги?» «Нет, я делаю деньги. Я фальшивомонетчик». Артур-младший взял на Аляску не только свою подругу. Он также прихватил 50 тысяч долларов поддельных купюр. Кому бы Артур не показывал свою банкноту, у людей всегда загорались глаза. У них как будто появлялся знак доллара. Подделки были так хороши, что они сразу портили людей. Артур показал свою работу отцу. И, конечно же, у него тоже загорелись глаза. На такую реакцию он и рассчитывал. Он хотел, чтобы отец им гордился. И ему показалось, что так и было. Но отец думал не о нем, а о себе. Артур-старший спрашивает сына, может ли он сделать еще денег. Он знал, что организовывать преступную деятельность вместе с отцом – плохая затея. Но тот продолжал давить на него. На деле же Артур недолго сопротивлялся. Для меня это было наркотиком. Даже если я решал все бросить, через какое-то время я снова возвращался к старому. Я не мог прекратить. Но на Аляске не найти необходимого оборудования для печати фальшивых денег. Оно есть только в одном месте – в центре полиграфической промышленности Америки – Чикаго, штат Иллинойс. Далее в американской жадности. Семья вновь отправляется в поездку через страну. Объединит ли их это путешествие или же разрушит семью окончательно. Я стал понимать, что все было не так. Не этого я искал. Американская жадность Американская жадность Летом 2001 года Артур Уильямс-младший и его отец Артур Уильямс-старший, объединившись в команду фальшивомонетчиков, отправляются в Чикаго за оборудованием для своей операции на Аляске. Когда они приедут в Чикаго, им придется заплатить немало денег за аппаратуру. К счастью, Артур-младший уже давно разработал схему получения настоящих денег при помощи фальшивых. Он называет ее «слэммингом». Он покупает дешевую вещицу, фальшивые 100-долларовые купюры и получает сдачу настоящими деньгами. Его отец с радостью подхватывает эту преступную схему. его отец предложил расплачиваться фальшивками на заправках. У него уже был опыт. В молодости он также обманывал операторов автозаправочных станций. Так они и ехали, развлекались и останавливались на каждой заправке между Сиэтлом и Чикаго. Они приезжают в Чикаго, где Артур-младший покупает все необходимое оборудование и отправляет его на Аляску. Но перед тем, как отправиться домой, они решают подобрать еще одного пассажира. Я была потрясена, когда увидела папу. И я была счастлива. Не знаю почему, так уж и сложилось. На следующий день троица отправляется в семейную поездку на Аляску. По дороге они продолжают расплачиваться фальшивками. Все идет хорошо, но вскоре, в день отцов, дети начинают вспоминать, как обошелся с ними их собственный отец. В тот день я подарила ему открытку с поздравлением. Но потом я разозлилась и сказала, что он не заслужил поздравлений. Я встала и ушла. Я поняла, что он никогда не вел себя с нами, как настоящий отец. Артур-младший начинает испытывать такие же чувства. Конечно, поначалу это было весело. Я, сестра и папа в одной машине едем на Аляску. Мы были счастливы. Но когда Венздей накричала на него, я тоже стал понимать, что все было не так. Он словно вернулся в детство, и 11-летний Артур не хотел быть преступником. Он подсознательно хотел, чтобы отец наставил его на путь истинный. Чтобы сказал, «Сын, ты должен перестать нарушать закон». Но его отец не собирался ничего менять. Он был доволен жизнью. Доволен настолько, что по возвращении на Аляску рассказывает обо всем своей новой жене Энис, а затем еще двоим друзьям, Джиму и Вике Шенниган. Когда Артур-младший узнает о болтливости своего отца, он приходит в бешенство. Все это лишь подтверждает его плохие предчувствия насчет их мероприятия. Теперь он точно знал, что делать. Ему пора бежать. Он понимал, что из-за всех этих людей он рано или поздно попадется. Он сообщает обо всем отцу, и оказывается, что у него осталось не так много времени. Артур-старший уже раздал друзьям фальшивые деньги для обмена на настоящие. Это чудовищная ошибка. Они все время ходили в одни и те же магазины, и раз за разом расплачивались поддельными купюрами. Его друзья допускали все самые дилетантские ошибки. Поймают ли их? Лишь вопрос времени. Полиция задержала Джима и Вики Шенниган в торговом центре на 5-й авене. Задержанных передают на допрос агентам секретной службы. Они рассказывают властям все, и у тех появляются основания для обыска дома Артура-старшего. Агенты нашли оборудование для печати поддельной валюты. Компьютер, сканер, принтер, бумагу, части купюр. Также в доме находилось несколько единиц огнестрельного оружия. Артур-старший, будучи ранее судимым, не имеет прав на владение оружием. Его сразу арестовывают. В то же время агенты выдвигаются к квартире, где жил Артур-младший и его подруга Натали. Но те успевают сбежать. Оказалось, что за день до выписки ордера на обыск Натали также пыталась совершить покупку в торговом центре на 5-й авеню, где 4 дня назад задержали семью Шеннига. Когда она достает из кошелька 100-долларовую купюру, бдительный кассир магазина фотоаппаратов распознает фальшивку. Кассир решил позвать еще одного работника магазина. Дал фотоаппарат и попросил сфотографировать его с Натали. Ей он сказал что-то вроде «Давайте проверим, как работает фотоаппарат». Натали убегает из магазина. Полагаю, что она сообразила, почему кассир хотел ее сфотографировать. В ту же ночь они вместе с Артуром-младшим покинули Аляску. Они летят в Техас. Но, к несчастью для Артура, федеральные власти заставляют его отца рассказать все о своем сыне. Это, наверное, было самое крупное разочарование в его жизни. Отец дал его властям. Когда они приехали к матери Натали, там их уже ждали агенты из секретной службы. Однако оказывается, что у властей не было серьезных доказательств его вины. Но эго Артура-младшего вновь берет верх над разумом. Когда Артура арестовали в районе Далласа, Форт-Уэрта, он снова признался в том, что печатал деньги. В какой-то степени он гордился содеянным. 25 февраля 2002 года Артур-младший признает свою вину по обвинению в подделке валюты США. Его приговорили к трем годам заключения. Артур-старший также признает свою вину. Но из-за нарушения условий досрочного освобождения он получает шесть лет тюрьмы. Отец и сын больше не увидят друг друга. 25 февраля 2004 года. Эту дату Артур-младший не забудет никогда. Три года тюрьмы остались в прошлом. И Артур возвращается в Чикаго. Но этот день запомнится ему по другой причине. Артуру позвонила с Аляски его сводная сестра. и рассказала, что отец прошлой ночью скончался от инфаркта. Он решил, что это была его вина. Ведь это он сделал из своего отца фальшивого монетчика. И теперь он умер в тюрьме. Если ему чего-то и хотелось, так это снова обрести отца, что стало невозможно. Тем не менее, Артуру приходится жить дальше. Его ждет новое счастье и вместе с ним новые испытания. Он воссоединяется со своим сыном Артуром Уильямсом Третьим. Ему тоже нужен был отец. Он был подростком. И вы должны понимать, каково это. Они все в этом возрасте экспериментируют. С алкоголем, и наркотиками. Его сын, как и он сам, рос на улицах Чикаго. Конечно, ему было не так тяжело, как Артуру. Но тот все равно хотел вытащить его с улиц. Быть может, у него есть шанс. Оказалось, что его сын был талантливым рэп-исполнителем. Один из моих друзей работал в музыкальной студии. Я спросил у него, могу ли я привезти к ним своего сына. Они послушали его и сказали, что он был весьма неплох, что у него был потенциал. Я спросил у них, что от меня требуется. Оказалось, что для раскрутки нужны были очень большие деньги. Я и не думал, что в музыкальном бизнесе все так дорого. Вскоре Уильямс понимает, что честно зарабатывать деньги сложнее, чем просто печатать. Когда я вышел из тюрьмы, я был уверен, что заживу честной жизнью. Наверное, все преступники так говорят. Но я правда хотел изменить свою жизнь. Но как бы я ни пытался, у меня ничего не получалось. В июле 2005 года Джейсон Керстон пишет о Бартере в журнале Роллинг Стоун. Дурная слава только увеличивает спрос на процессы и толкает его на совершение преступления. После выхода статьи с ним стало сложнее связаться. Когда вы имеете дело с бывшим преступником, это плохой знак. Я снова стал заниматься тем, что у меня лучше всего получалось. Я просто хотел помочь сыну осуществить мечту. Уильям сфинансирует музыкальную карьеру своего сына, но его собственная карьера оказывает дурное влияние на отпрыска. Вскоре сын, втайне от отца, начинает производство поддельных купюр. В какой-то степени я понимаю, что в этом есть и моя вина. Представьте сами. Его сын, начинающий музыкант, читает о своем отце фальшивомонетчике статью в Роллинг Стоун, о том, каким он был ловким и умным. Что он мог после этого подумать? Оглядываясь назад, им стоило обратить внимание на творчество юного Артура и его песню «Мистер фальшивомонетчик». Какое-то время Артур ничего не замечает, но вскоре он узнает всю правду. Артур пришел домой и увидел стопку денег, которую напечатал его сын. Они стали ругаться. Сын схватил пачку денег, среди которых были его собственные фальшивки и часть банкнот его отца, выбежал на улицу и остановил полицейскую машину. Сегодня Артур-младший утверждает, что деньги, которые нашли полицейские, напечатал не он, но вину за преступление он взял на себя. Не знаю, может, Артур просто понял, что наказание не избежать, но он вновь во всем признался. Уильямс признает себя виновным в подделке валюты США. Ему вменяется распространение поддельной валюты на сумму 200 тысяч долларов. Что гораздо меньше 10 миллионов, о которых он рассказывает сейчас. Даже секретная служба оценивает его банкноты по достоинству. Следователь по его делу признался на суде, что еще не видел таких качественных подделок. Но Уильямс уже не кажется таким самодовольным. Я была удивлена, потому что, судя по статье из Роллингстоун, он всегда гордился своими фальшивками. Но на суде он выглядел крайне подавленным. Артура приговаривают к 87 месяцам заключения. К сожалению, на этом история не заканчивается. Полтора года спустя у секретной службы появляется информатор, который сообщает, что может провести покупку поддельных купюр у местного производителя. Они выяснили, что этим производителем был Артур Уильямс III. Секретная служба проводит спецоперацию, и 29 июня 2009 года Артура Уильямса III арестовывают. Он признает свою вину, но до объявления приговора пишет судье письмо. В нем он признает свою ответственность за преступление, однако утверждает, что виной всему плохое воспитание в детстве. Я видел его письмо. Мне было больно его читать. Я всегда считал, что был не самым плохим отцом. Я хотел осуществить его мечту. Разозлился ли я на него? Я не мог, ведь таким он меня видел. Я думал, что иду на жертвы ради него. Оказалось, что именно им я и жертвовал. 10 ноября 2010 года 20-летний Артур Уильямс III был приговорен к 63-м месяцам заключения. Весной 2011-го казначейство США выпускает образец обновленной 100-долларовой купюры. Как и всегда, она сделана так, чтобы фальшивомонетчики не смогли ее подделать. Чем сложнее будет купюра, тем сложнее будет ее воспроизвести. Мы гордимся нашей новой купюрой, потому что преступникам придется нелегко. Артур Уильямс-младший выйдет на свободу в январе 2015-го года. Как и в 96-м. Тот, кто сможет скопировать новую банкноту, сделает на ней состояние. Сможет ли Артур устоять перед соблазном? Случаев рецидива среди фальшивомонетчиков больше, чем среди наркоманов. Искушение никуда не денется. Ему придется с ним столкнуться. Я надеюсь, что выйдя из тюрьмы, он сможет вести честную жизнь. Но в конечном итоге это будет его выбор. Программа озвучена на студии Белес. Текст читал Олег Белов. Продолжение следует...